Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы продолжаем съемку в саду Петра Попова, точнее уже не в саду, а на террасе. Поскольку погода у нас, к сожалению, стремительно портится, я безумно сочувствую Виктории Сангиной, которая у нас сегодня в гостях, и до сих пор делает работу и ни в одном саду, в жутких вообще погодных условиях Ленобласти. Здравствуй, Вика. Привет, Андрей. Здравствуйте всем. Да, я так понимаю, что сегодня мы наконец-таки расскажем про очень интересную тему. Мне кажется, у нас давно на канале не было вообще таких историй про укладку дорожных покрытий, или как правильно это сказать? Ну, дорожки, садовая дорожка, да? Ну, мощение. Мощение. Мощение, то есть сейчас мы делаем пешеходное мощение из тротуарной плитки и пошаговое мощение из бетонных плит. Ну, вот мне всегда было интересно посмотреть, как это происходит, поскольку я как человек не очень богатый, у меня нет денег на ландшафтного дизайнера, и я все время пытаюсь вот эти дорожки сделать собственными руками довольно-таки сложно, потому что надо вырыть карьер, сделать вот этот называемый... Корыто. Корыто, корыто. Выкопать корыто, да. В это корыто сделать какой-то сложный пирог, там сначала щебень, песок, сетка, геотекстиль, я смотрю, все очень сложно. Да, надо сначала спланировать, надо сначала спланировать снизу основание, да, то есть выкопать корыто в рабочих отметках, спланировать его, вообще желательно утрамбовать, уплотнить само основание, потом положить геотекстиль, причем положить его довольно ровно, не просто кинуть тряпочку. Глубина корыто какая сразу же? Слушай, ну смотри, в среднем мы берем от 15 до 20 сантиметров песка, 20 сантиметров щебня, это уже у нас получается 35-40, плюс монтажный слой пескоцемент, либо отсев, вот в данном случае он отсев, в этом году практически везде мы на отсев мастим, и, соответственно, высота самого материала мощения. В данном случае это обычная тротуарная плитка, прессованная заводская, она 6 сантиметров для пешеходных покрытий. Получается еще 10 сантиметров. Вот считай, сколько получилось. Слушай, ну довольно много. То есть, когда вот здесь выкопали, да, заказчики, конечно, были поражены в высоте, но им за те же деньги мастили чуть ли не на траву, вот это автомобильное мощение. Естественно, оно все там уехало. Вот которое все разъехало. Существует, когда делаешь настолько основательно, это прослужит прям какие-то десятилетия? Должно, да, должно, именно десятилетия. Ну, зависит от двух факторов. От подготовки основания, да, и от финишного покрытия, от его качества. Не от высоты верхнего основания, а именно от качества. Скажи, ну вот с песком и щебнем все понятно. Вот два материала, которые я вот сейчас здесь вижу, они довольно-таки на разных объектах, я вижу, они разные. Во-первых, вот это вот, то, что называется геотекстиль, правильно? Он может быть разной плотности, водопроницаемости. Ну, мы используем в основном именно под мощение 200, 200 плотность, это грамм на метр квадратный. 200 грамм на метр квадратный. Вот. И мы еще используем в слоях, армируем дорожной сеткой. Я очень люблю этот материал, но мы его с тобой видели и снимали, сейчас покажем. От чего защищает вот это вот все? Армирует, не дает подвижкам грунта воздействовать на верхнее покрытие. То есть, защищает и от провалов, и от спучивания. То есть, вот эта подготовка, она подразумевает, что мы сверху практически любым материалом можем замостить, и при этом ничего не произойдет. А вот этот геотекстиль, он служит от того, чтобы проходила вода сквозь эту дорожку? На самом деле, смотри, да, суть в том, что основание дорожки, она работает как дренаж, потому что там используются те же самые материалы, по факту, да, песок, щебень. Вот, поэтому любая дорожно-топиночная сеть, сделанная правильно, с нужными уклонами, да, с необходимыми, она работает тоже как часть дренажной системы участка. Кстати, в данном случае у нас с тобой, да, на этом участке, у нас же самая нижайшая точка у гаража, да, и, к сожалению, мы ведем туда опять. Но тут уже никуда не деться. Ну, потому что тут два пути, да, или к дому, или от дома. Да, изначально планировка неправильно была сделана, и неправильно посажен был гараж, он должен был сидеть намного выше, потому что вся вода у нас с участка эвакуируется туда, у соседей выше. Они подняли, здесь предыдущие владельцы участка не подняли эту часть, соответственно, вот у них получается там вот эта вот яма. Ну, то есть в проектных работах, вот с такой историей, самое главное соблюсти эти уклоны, то есть походить вот с этим уровнем и посмотреть. Ну, не то, что с уровнем, конечно, нужно сделать либо-то по съемку, да. Я смотрю, у вас есть тут приборы, стоит, кто удалит. Мы нивелировку ведем весь период процесса работы на участке, практически весь. То есть мы даже, когда газон делаем, основание газона, то мы тоже делаем нивелировку. То есть такие неочевидные глазоуклоны, они как бы через приборы... Естественно, да, потому что качественный газон, там настолько плотное покрытие самой дерниной, что когда идет дождь, она скорее, вода эвакуируется таким образом, нежели впитывается. Слушай, ну вот скажи, какие-то нюансы есть при этом? Вот я смотрю, у меня геотекстиля значительно и вот этой сетки больше, чем ширина дорожки. И вообще, мне кажется, на проекте ширина дорожки была чуть меньше. Значит, естественно, мы делаем на вылет, естественно. Таким образом мы защищаем борт от завала, то есть у нас нет пучинистости сбоку, благодаря тому, что мы ставим борт с обратной стороны, там, где грунт, у нас идет щебеночное основание уплотненное. И за счет этого, как бы, то есть дорожка будет чуть уже, а основание под дорожкой чуть шире. У нас всегда, например, если 50 метров дорожки, то основание у нас там 60 и больше. Но это зависит от ряда фактов. Если патио, там периметр меньше значительно, чем если это длинная какая-то узкая дорожка, там периметр значительно больше. Ну это вот как фундамент дома, который чуть выступает за границей самого дома, да? Примерно такую же функцию выполняет. И вот эта вот дополнительная шина. Ну периметр фундамента не всегда выступает, но да. Ну раньше так делали всегда, а сейчас немножко другие технологии. Но тут как бы в основу положено это. Скажи мне, пожалуйста, и вот это вот сейчас очень модное, вот это вот то, что называется фрагментарное мощение, когда кладутся вот такие вот... Пошаговые. Пошаговые. Вот эти вот каменные такие шпалы, там есть тоже, наверное, какие-то свои хитрости. Делается ли карьер под всю тропинку? Значит, слушай, работаем по-разному. В данном случае, да, мы сначала разложили плиты, посмотрели, как она садится. Это сделали прямо на грунт. Потом мы сняли плиты, и вот ребята сейчас копают корыто. Они не будут класть геотекстиль, нет. Они после того, как выкопают корыто, под каждую плиту будут отсыпать щебень и отсев. И уже на это будут ставить плиты. Дальше это все будет грунтом отсыпано. Если у нас уже полностью готов газон, например, да, идеальный газон, то тогда мы ставим эти плиты, под каждую вырезаем, и под каждую выкапываем корыто, под каждую плиту отдельно. В данном случае, так как там еще работы по благоустройству, извинения, в той части, они у нас только в начальной стадии, да, то мы можем себе позволить взять прямо в едином порыве, выкопать вот эту вот полную всю трассу и уже работать в ней. То есть так удобнее, да, вот, и так, в принципе, дешевле. Но вообще эта дорожка функциональна или нет? Потому что очень многие волнуются о том, что неудобно будет косить между этими плитами, потому что можно задеть их косилкой. Для того, чтобы все было идеально, нужно сделать заподлицо. То есть у нас каждая плита заподлицо с газоном. То есть человек, когда идет по такой дорожке, он не смотрит себе под ноги. То есть ему не надо думать, чтобы он перешагивал эти куски газона? Нет, я всегда добиваюсь, чтобы вот этого вот, избежать вот этого эффекта, что человек идет и каждый раз перед собой смотрит. Мне кажется, что человек должен в саду чувствовать себя расслабленно, и он не должен… Сад – это не полоса препятствий. Естественно, что какие-то дорожки специально конструируются так, чтобы в какой-то момент человек остановился, чтобы что-то увидеть. Это вот прием, которым японцы пользуются. Там не бывает же дорожек прямых. Там несколько шагов, и ты должен немножко переместиться, и в этот момент ты увидишь там кленовый лист в луче солнца или еще что-то, какую-то картинку. Вот, но это же не нужно на каждом объекте, да, и нет таких целей. Поэтому мы просто по этой дорожке будем ходить как по обычной. Если мы наступили случайно на какое-то растение, это должно быть такое растение, там посажено, которому, в принципе… На которое можно наступить. Да, потом пошаговая дорожка, она не должна быть там, где мы ходим постоянно. Это естественно, что это дорожка второй значимости, совершенно не первой. То есть это не основная трасса. Ну и вот скажи еще один вопрос, возвращаясь к той дорожке, под которой роется сейчас котлован. Да. Плиты укладываются на сухое или они укладываются на какой-то раствор? Есть какие-то нюансы вот укладки, может быть? Значит, смотри, если мы говорим… Подожди, ты про основную дорожку сейчас… Вот уже я возвращаюсь к тому… Про плитку. Сказал плиты. Плиты – это вот… Плитка. Для меня плитка – это маленькие плиты. Да, нет, нет. Плиты – это крупноформатная плитка. То есть вот эта вот плита, она хотя выглядит так, в общем-то, довольно аккуратно. По весу каждая плита 50 килограмм. Да. Чтобы ты понимал. Вот. И это плита, а это плитка. Вот та плита, она 10 сантиметров высотой. То есть даже, я думаю, что если бросить ее просто закопать без основания, то, скорее всего, там 90 процентов, что подвижек не будет. Никуда не верится. Это должен быть очень высокопучинистый грунт, чтобы ее как-то перекосило. Но, естественно, мы не будем полагаться на эти 10 процентов. Мы сделаем основания, чтобы уже быть спокойными, чтобы то, что мы сделали, будет точно качественным. Плитка тротуарная не кладется на раствор вообще. В принципе. Никогда. Она не кладется на раствор. Она кладется либо на ЦПС, это цементно-песчаная смесь. То есть берется песок, берется цемент. Причем нужно брать обязательно качественный цемент. Они смешиваются между собой, либо покупаются в мешках ЦПС заводской. И на это кладется. То есть получается сначала у нас подготовленная корыта. Значит, потом основание у нас идет геотекстиль. Потом песок трамбованный с уплотнением. Потом идет сетка дорожная. Потом идет щебень. Причем щебень здесь, так как маленькие объекты. У нас и так мы там привозим максимум 7 кубов по материалам. Чего-то 7 привезли, чего-то 4 привезем, чего-то 10. Если объемы больше, то мы сначала кладем щебень 20-40 фракции. Потом мы его трамбуем. Потом привозим меньшей фракции 5-20. Его трамбуем. Часть этого щебня, он мельче по размеру. Он заклинцовывается в щебень 20-40. Таким образом дополнительный замок создается. Потом мы делаем, значит, вносим отсев и тоже втрамбовываем. Первый слой отсева втрамбовываем. То есть это получается уже прям как камень. И дальше уже монтажный слой отсева, либо пескоцемента. В последнее время мы вообще практически перестали работать с пескоцементом. Нам нравится, на отсев кладем и гранитную шашку, и кладем тротуарную плитку. В этом году мы этот метод применили на песчанике. Причем что на рваный край, что на галтованом. Но, повторюсь, обязательно цемент должен быть качественный. Если некачественный цемент, то пойдут высолы, вот эти вот белые разводы, и это будет бесконечная история. То есть мы постоянно будем бегать с этими растворами обессоливающими. Вот они от качества цемента зависят. Да, это зависит от качества цемента. В данном контексте, если мы говорим про кладку, то это зависит от кладочной смеси. Если мы говорим про мощение, то если мы используем цемент, то, соответственно, зависит от марки цемента. Не от марки, извини, пожалуйста, а от производителя. От производителя. Может быть, прямо сразу и порекомендуешь какого-то конкретного производителя. Слушай, ну все очень просто. Мы берем уже лет 10, наверное, так называемый евроцемент. Они такие рыжие мешки. В этом году, так как все строительные материалы подорожали, то постоянно с чем-то перебои. И последние два месяца перебои уже с цементом пошли. И вот сейчас, например, этот месяц 400-го практически нет в продаже. Работаем на 500-м. Он чуть дороже. В принципе, мы не понижаем марку, повышаем. В общем, проблем нет. Но сейчас мы его используем в основном только для бордюров. Для установки бордюров. Главный вопрос. Вик, скажи мне, когда уже у нашего уважаемого Петра Попова наступит здесь уже красота и покой. Когда работы все будут закончены, мне кажется, когда появятся уже эти дорожки, то есть уже сад заиграет новыми красками наконец-таки. Слушай, ну я думаю, что окончательно закончится работа, когда повысят уже нашим любимым врачам жарплаты. Я не знаю, когда это произойдет. Может, в Государственной Думе есть информация. Конкретно с дорожками. У нас нет. Значит, с дорожками в понедельник мы заканчиваем. Но в понедельник приходит первая такая небольшая зима. Я не знаю, сколько она продлится. Неделю-две. Но у нас план в понедельник закончить. До этого момента. Соответственно, работы по борта мы заканчиваем сегодня. И с завтрашнего дня мы приступаем к мощению. Тут, в принципе, очень маленький объем. И я думаю, что сделаем за один рабочий день его. То есть, уважаемые зрители, до наступления календарной зимы Виктория Самгина обещает нам продемонстрировать окончательно работу над дорожками. И мы уже, может быть, даже по свежему белому снегу уже посмотрим, как это все будет выглядеть. Не вот сейчас, вот в этой вот грязи, дожде и вот собачьих какашках. А, немножечко. Это в ноября год, как исполнилось, как мы сняли здесь первый ролик. И мы поэтому следим за судьбой этой семьи, замечательной врачей, собачек прекрасных. Ну и, собственно, деревья, в которые приехали и растения из нашего любимого садового центра Европлант. Поэтому мы тут, собственно, за каждый камень болеем. И мы хотим уже увидеть, когда все будет красиво. Смотрите канал Европлант Лайф. И я надеюсь, что мы, наконец-таки, приедем сюда и увидим счастье на лицах хозяев. И красоту за окном. Надеюсь, что это случится до первого снега. Ну и вообще, Вика, мы всегда рады видеть тебя у нас на канале. И поэтому приглашай нас на свои объекты. Знаю, что работа у тебя не проворот. Ну и мы будем рады посмотреть, как все происходит. И показать нашим зрителям, которые уже покинули свои сады. Но с радостью посмотрят, как мучаются остальные. Всего доброго. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова